Всем доброго времени суток! С вами Салитмашика, и сегодня у меня для вас новости на 29 число, 8 месяца 22 года. Появилась дополнительная информация после девстрима. Например, нам не рассказали о грядущем реворке гарпунов. Учитывая, что личным оружием стенакса как раз является гарпун, то повод подходящий. Возможно, что мы получим видео на этой неделе с демонстрацией изменений. Сообщили нам и про то, что нерв клона Вуконга затронет прочих особых спектров. Речь про Аугмент Эквинекс и самостоятельного Умбру. Напомню, что эти спектры теперь будут тратить ваш боезапас. Если же у них закончатся патроны на основном оружии, то те смогут переключиться на вторичное. Будут и некоторые улучшения для Умбры, чтобы тот не отключил свой величественный клинок во время переноса. Зашла речь и про Аугмент Мираж, взрывной обман, ведь разрабы собираются уменьшить наполовину шанс выпадения боеприпасов. Во время тестирования Аугмент все еще показывают себя очень эффективным, потому на данный момент ничего не решили в плане изменений. Что касается Осколков Архонтов, то бонусные характеристики будут добавляться, а не помножаться модами типа Живучесть. Хотя это вызывает вопрос о том, можно ли будет Энарусу добавить щит. Было замечено на стриме, что Слейтер Атаки является новой ближкой, типа Мачете. Характеристики наверняка находятся под влиянием модов, но есть пассивка на двойную длительность разреза. Есть и дополнения насчет способностей Синакса. Например, второй навык также восстанавливает здоровье за каждого пораженного врага. Третий навык восстанавливает союзникам не только энергию, но и щиты. А восстановление щита зависит от количества врагов вокруг Синакса. Можно было заметить и характеристики почти всех навыков в арсенале. Например, ульта наносит повышенный урон пронзанием прямыми попаданиями. Урон по площади значится как Взрыв, а среди статов можно влиять на количество копий. Грядущая компенсация в честь нерфа урона по площади должна быть предназначена для изменения поляризации снаряжения, потому могут насыпать форм, но конкретные детали сообщат позже. Небольшое изменение получит Ревенант, ведь его Чешуя Месмара не может иглушать врагов со сверхзащитой, потому сейчас такие враги могут быстро снести все заряды навыка. С выходом обновы Ревенант будет получать секунду униязвимости при трате заряда. Напоследок, стоит упомянуть, что мы уже подходим к последнему рангу Текущей Ночной Волны, если вы все деяния выполняли до этого момента. Но спешить все равно некуда, я даже не знаю, запустят ли нам следующий антракт в этом году. На этом от меня всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока!